Итак, друзья, продолжаем Asia New Bloom. На этот раз противостоянием SMG против команды Dynasty. Как я уже говорил во время объявления этого матча, что у Dynasty, в принципе, по турниру все довольно плачевно. Они будут одной из двух команд, которые вылетят из групповой стадии, если я все правильно понимаю в том, как строится турнирная сетка. SMG же, в свою очередь, выиграв команду XS, гарантировали себе место в плей-оффе. Посмотрим, как они сейчас будут сражаться. Все-таки мотивационный вопрос так или иначе стоит в рамках данного матча. Интересно, кому же будет... Кто же будет больше замотивирован на победу, скажем так. Что обе команды, по сути, должны осознавать, что данный матч ничего не решает. Но вот, как такое, спортивный интерес, да, спортивная честь, она присутствует так или иначе. Команды уже начали свой раз пик. SMG взяли Пака, Марса, Шадоу Шамана и Джиггернаута. Дайнасти, Леон, Тайтхантер, Морфлинг и Абаддон. Интересно, что SMG не взяли Профета, которым играли в двух предыдущих матчах. Посмотрим, возможно, сейчас, опять же, за счет того, что матч не решающий, решат поэкспериментировать. И, как минимум, да, мы видим, что эксперименты есть. Ну, не то, чтобы прям какие-то неметовые персонажи. Но все-таки это не то, чем SMG играли ранее зачастую. Пак, судя по всему, отправляется на центральную линию в сложную Марс. Джиггернаут на первую позицию. Шадоу Шаман Элдер Титан с суппортроли. Ну, и кого же в мид, возьмут Дайнасти, ставят против пака. У персонажей достаточно высокий для того, чтобы именно на миду их разместить. Вот и они призадумались. Опять же, строится все от предпочтений Лоста и от его пула персонажей. Так, в принципе, у SMG большое количество контроля. Каждый герой, кроме Джиггернаута, так или иначе имеет возможность контролировать соперника. Кто-то чуть менее вероятно, как Элдер Тайтон и Марс. Там еще попасть надо. Кто-то более вероятно, как Шадоу Шаман Эпак. Вот спирит и берет фэнтези. В целом, есть чем его ловить, но тут есть, например, Абадон, который в случае чего поддержит, поможет. Контр-инициация Тайтхантера и Леона может произойти. Ну, и морфлинг, который от синдрома может Соляру завести. В этом сомнений нет. Но может и завезет. Это все-таки разные немного вещи. Так-то... Драфт SMG мне нравится чуть-чуть больше. Титан. Так-то морфлингу, который перекачается в ловкость, будет частично снимать арморы. Соответственно, наверное, где-то чуть попроще будет его убивать за счет этого. Он всегда может перекачаться в силу, поэтому это может не стать проблемой вовсе. Ну, в общем-то, что касается команды Дайнасти, очень такой вот коллектив странный. Отдают матчи, в которых 20к ведут. Порой могут без байбеков пойти по одному, нафидеть по карте и проиграть за счет этого игру. В общем, странно, да. И обыгрывают при этом иногда довольно сильные команды, как уже было даже в рамках Asian New Bloom. Это азиатский регион. Тут, возможно, все. Поэтому никто и не сомневается. Вылетает Ахфу. Надеюсь, быстро перезайдет. Бывают проблемы с соединением, с VPN и с прочим у игроков из Юго-Восточной Азии. Когда играют с Китаем. Потому что там работает все так, что сначала сервер китайский, потом... Это Сия сервер. И на третью карту я не помню, как выбирается. Вот, тут челику плохо совсем. О, облизывает. Уф. Скример. О, бедняга. А где сам волшебник? Куда делся? Сал휘. Был. scanningyson. Ну да. Чтобы да. 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 То, да. И потом 음악 игры. Будет работают, ничего. Да. Все, возвращается Вот-вот начнем Сегодня уже играл На шаду шамане Муши Было дело Кстати говоря Довольно успешно Смертей было много Но там где-то наверное Чуть больше половины смертей Были, как сказать-то Осознанными Калькулейте То есть он шел Прямо на передовую И раскрывал вражеский ган В смоках, в ультимиране Трижды как минимум это было Ну и регулярно В него конечно жестко инициировали соперники Для того, чтобы убрать его первым Все-таки Шаду шаман в файте Это большое количество контроля Которое постоянно на твоих коров Стремляется Хочется его быстрее выключить Пока он не начал свои хиксы сетками раскидывать Ходят тут Пытаются мейнгеймить по вардам Поставил, не поставил Куда поставил, сколько Ну два апса сейчас у Аху Тридцать секунд до начала сравнения Тридцать секунд до начала сравнения Битва начинается Джаггеров Копали Не стал раскручиваться Интересно Но раскрутился в итоге То есть и ману потратил И хп потратил И рун не забрал Ну что Поехали Интересно Действительно Интересно Во-первых Как на топе будут дела у морфа Потому что Постоянно будут его харасить И эзершоками И щитами И всем остальным Так Хуай промахнулся Эрспайком На самом деле Аху может Тут умереть Да В принципе и фейд тоже может умереть Потому что Эрспайк Хекс Гаш Энкер смеш И там урона может хватить Для того чтобы забрать любого из них Если раскрутиться Джаггер В Блэйдфюре не успеет То И его в том числе Вот на топе За исключением Вот таких вот харасов Морфа И то сейвить будет Абадон То есть На топе маловероятно Произойдет какой-то экшен Миди тоже Сложнее будет Друг друга убивать Ребята Потому что Оба с эскейпами Теми или иными Оба готовы доджить урон соперника Тут вроде как обменялись Любезностями Друг друга подразмяли Разошлись миром Друг друга подразмялись Никаких артефактов Наверное через молнии Все таки Джаггернаут будет Хотя сейчас И через Бэтлфюри Тоже можно увидеть Разные варианты В целом присутствуют Морф Морбид маска Потом Тапок И все остальное Уже после Курьер сил света Был убит И чувак Кстати подрезал Курьера в вахфу Оставляй себе Скилл фоунта Вот брат Стан Ходит Спиритом Собирает себе Топуром Вот так Сотка с руки Можно пойти И навешать Кому-нибудь Так Муж Доиграться Может Там Войформа была Абадона Цепляют Шайков Пригвоздели Так Щитом Эзершок Сейчас щиток Взорвется И наверное Лучше конечно Муши не подставляться Под это дело ХП и так немного На контроль Руны Смещается Муши Пак пока еще Без ботла А вот Бойспирит Уже С бутылкой Пошел Ахфу Но Ботл Все таки Наполнил Войспирит И инвиз В том числе Может В случае Если бы Его попытались Убить Мог бы Им помочь Этот инвиз Нулик Нулик себе Вторая Везет Войспирит Марса Уже летит Ботинок Морфлинг Все еще Купить деньги Набор Витпас Да Ботла Еще Копить Копить Паку Так Типа Нетворцем Если посмотреть Очень Комфортно Себя Ощущает Дайности Особенно Тайт В сравнении С Джагером Пошел Бадом Воровать Руну Не получилось Этого сделать Не выпадает Копьем Огайо Так Там Подразмяли Ахфу Спайком Не дотягивается Леон Поэтому Отпускает Оппоненту У меня Стойкое Ощущение Что Ахфу Все-таки Первым Отвалится Однажды Ну Довольно Уязвимый Персонаж Пусть у него И чуть больше ХП Чем у большинства Но Все-таки Нет никаких Эскейпов Мало Армора Заберстить Его реально Можно Ну То есть Проще Чем того же Абадона И даже Шаду Шамана Который Если что Может Как минимум Хекс Тебя Кинуть Муши На контроле Руны Шестой Минуты Тут Появляется Хаста Не Я думаю Очень Рад Отводят Крипов Лесной Кемп И своих И чужих Мяу Мяу Пойдет Баттлфюри Да Все-таки Не молнии Не Яши А именно Баттлфюри Морф Морф Кстати С Баттлом Баттл Также У Марса У кого-нибудь Интересно Баттла На карте Нет На нижнюю линию Смещение Идет Суппортов Команды СМГ Правда Уходит Тут же Отсюда Шадоу Шаман Очень много Времени Муши Теряет На эти Перемещения Не то Чтобы Это время Потеряно Зазря Он Расставляет Вижн Контролит Руны Прикрывает Тиммейтов Но Суть В том Что он Останется Без левела Ведь Для Шадоу Шамана Уровень Имеет Ключевое Значение Потому Что Чем Раньше Он получает Шестой Уровень Тем Быстрее Его команда Может переходить К сносу Товеров И так далее Огайо Постепенно Выходит Фейз Морф Маска Уже Себе Везет Морф Смещение От Огайо Кстати В центр Поймали Войт Спирита Правда Не знаю На что Рассчитывал Огайо Летел Сюда Без ультимейта Копьем Просто Спас Можно сказать Войт Спирита Видимо Хотел Разорвать Дрим Койл Но Ничего У него Не получилось Потеряли Муш На ФБ Бестолковое Получилось Смещение Четыре Игрока Оказались В центре И потеряли Тиммейта А возможно Даже и ни одного Но тут Далеко Не стали Лезть Правда Хотели Ровно Восьмой Минуту Подконтролить И в итоге С ДД Теперь Войт Спирит Минус Элдер Титан Потеряно Время Потеряно Два героя Такая Вот история Для команды СМГ Грустная Джиггернаут Уже С кольцом Здоровье Теперь попроще Будет стоять Не будет его Тайкхантер Так жестко Харасить По прежнему Трое В миде Но постепенно Уходит Марс Ему Барену Получить Все же Там Тайт Та уже Седьмой С лишним И реведж И так далее Тут Пол Шестого Уагаю Оставляет Джиггернаут Марса На нижней Линии Уже Против Тайт Это точно Не должно Быть проблем Выстоять Получить Уровень Деньги И ТД И ТП Опыт Лутает Муши На верхней Линии Сейчас пачка Крипов Придет У шедушамана Тычка Ого-го Поэтому По идее Даже Под тавром Должен будет Их легко Отбивать По-прежнему Все Натворцы За командой Дайнасти И 4К Преимущество В целом По Натворцу У них Три персонажа Снизу И сто И с другой Стороны По одному На прочих Лайнах Десятая минута На носу Пошли контролить Руны богатства У вас был Замечен Стомп Может дать Элдер Титан Пошла Равага Тут же Арена Но Марса съедят 100% Неплохой Дрим Койл Правда Не удалось Его разорвать Падает Кстати Первым Войд Спирит И не забрали Марса Марса ушел Пешком Сейчас готов Вернуться Еще и Копье Дать Правда Тут Гаш Накатил Фэнтези Его откинули Погибает И Абаддон А драк Это хорошая Куча Для СМГ Смотря на то Что казалось Что Марса Заберут Очень быстро Там Пак Дальше бросается За Х-Вай Забирает Того Арбом И уходит Спокойно Если что Фейсшифт Есть Мог Гаш Им задоджить Задоджил Анкер Смеш Через Арб уходит Фэнтези Так-то гонится За Паком Стомпы Все Уже Никто Ни за кем Не гонится Оууууууууууууауууууууууууу Nature забрали троих, в том числе и мидера. Сами потеряли только мидера. Ну и практически Юлу уже у Вейтспирита, судя по всему. Пак. Бэлл Дискорд собирает. Джаггернаут остановился пока на ну там, практически полутора тысячах от почему полутора-то? Тысяч от покупки от Офьюри. Тут Яша выход в манту от Морфлинга. Никаких быстрых Эзерил Блейдов. Тайт Хантер с худом тысяча есть. Что-то летит к нему новенькое. Ага, просто лопату себе везет. Посмотрим, что дальше будет собирать. Так, ну и Марс. Марс пока копит на блинк после фейзов. Марса, кстати, окружают. В смоках сюда выходит команда Дайнасти. Марс может просто очень удачно поставить арену так, что и от Ганга спасется, и контр-инициация получится, потому что тут же телепорты. И можно будет соперников законтрить. Ну и в итоге неуспешная смолк вылазка от команды Дайнасти. Хотя вот Ахфу можно будет поймать. Далековато оказался Леон. На реминант не стал пытаться цеплять его лост, понимая, что Пак может запрыгнуть на Дрим Койл, поймать тебя. Ну, кстати говоря, лост ловит на Дрим Койл. Он разрывает Дрим Койл, но тут же Куга его спасает щитком. Ну и Стомп тут абсолютно не имел никакого смысла от Одер Титана. Так, Пак запрыгнул. Куга знает, что здесь находится оппонент на Куга-инициация. Он уйдет, без проблем. По-прежнему 4К за командой Дайнасти. График немного стагнирует. Так, Пак, ну... Все равно, тяжело его пока убивать. Без Леона практически нереально. Хотя... Через реминанты, да, выцепили. Не стал уходить на Орб Пак. Не знаю, может, был в КД, но когда я переключился, удалов на Орбе не было. Видимо, не подрасчитал немного силу Войт Спирита, плотность своего персонажа. Погиб, короче говоря. Шестой уже получает абаддон. Чуть-чуть до шестого осталось Элдер Титану. Телепорты пошли на верхний лайн. Тут пушат муши. Змейками, но, походу, он просто фидит змейками. Даже не пытается Варда Диная змеями. Это, вроде, не так сложно. Хотя бы попытаться, хотя бы, ну, парочку не отдать. Все-таки за каждого по 30 с лишним голды, по 36-37. Пак. Вот тут уже через Леона его намного проще забрать. Вторая смерть подряд, буквально за одну минуту от Пака. То есть он погиб. Через полминута вышел из таверны. И буквально через 10 секунд опять погиб. Выход на верхнюю линию. Из Battle Fury уже Джаггернаут. Первый он не слэш. До второго немного остается совсем. У Тайда он не пробивает. Скорее Тайд даже пробивает самого Джаггера. Золотишко. Нижнюю башню сил света атакуют. Огайо притаился. Но вновь. Абаддон не боится ходить на передовой. Щиток, ультимейт. Мало вероятно, что его успеют убить, а там уже и команда может подтянуться да помочь. Пока что недостаточно артефактов уровней у СНГ для того, чтобы Абаддона убивать быстро. Как и Тайдхантера. Остальными попроще. Ну вот они все на топе. Стомп по Тайду. Дримкоил сейчас по двое можно будет бахнуть, но не стали. Лезть на рожон. Просто будут пытаться забирать вышку. Будут ли телепорты от команды Дайнасти. Пятерых здесь можно будет подраться через Рэвэдж. Так, на Абаддона иницирует пак. Тайдхантера поймали. Умни слэш в него. Щиток повесили, но не хватает урона, чтобы убить Тайдхантера. И Рэвэдж все-таки он выдает. Правда, раскручивается уже фейд. Тайдхантера забрали. Скорее всего, должен Абаддон погибать. Утимейта уже нет. Подцепили. Марса. Марса забрали. Муши тоже должен погибать. Морф уничтожает. Ах, фу. Тут еще и поймали Войт Спирит, и который толком ничего не успел сделать. Войт Спирит падает. Падает и вышка. Троих забрали. СМГ, в том числе двух коров, сами потеряли только Марса из коров, ну и Элдер Титана, которого они были готовы принести в жертву, я думаю. Как Муши выжил. Ну и график продолжает стагнировать в районе четырех-пяти тысяч. Силы света не отдали врагу центральную башню. Да, ну Тайда, конечно, тяжело убивать. А, у него еще и Плэйт Мэйл есть. То есть Юхуд Плэйт Мэйл и с руки не пробьешь, и магии не пробьешь. Нападение на Джаггер Наута. А прикиньте, Морф, вот купить себе Эзерил Блейд, туда залетает Адаптив, туда залетает палец от Леона. Кто способен это пережить? Действительно нужны Блокимбары, Пайпы и все прочее. А в миде Драку я упустил на Пака. Напали, Пака забрали. Он успел только вывал в Дискорд повесить, дать там пару спулов, но отвалился. Арена от Марса уже была просто на отход. Падает, тирадим вышка на ТОПе. Ну тут так вот прям стоят СМГ, как будто бы хотят подраться, но реально вот на Фэнтези нападать опасно. 15 секунд до Рэвэджа. Его пока еще не забрали, пошел разлом Фэнтези. Не переживай, то мне Слэш, Змеек, Столм, все подряд. По сути, чуть ли не все скиллы выдали этого Тайтхантера. Дайнасти, он сейчас выйдет с Рэвэджем, но у вас еще какое-то время не будет, ну как, минимум, мне Слэша. 6к преимущество уже за командой Дайнасти. Леон с Блинком. Давайте быстро пробежимся по персонажам, посмотрим, кого что есть. У Муши пока ничего. Велодискорд и Бутсов Трэвел выход в Блинку. Пока. Алдар Титан. Только Фалкон Блейд собирает Глиммер. Баттл Фьюри, Яша и, ну, практически Манта имеется у Джиггернаута. Марс, Блинк и Огаракс для того, чтобы собрать Блэкинг Бар, на которого еще прилично так фармить. Уже очень-очень скоро у Морфлинга появится Эзерил Блейд. Вот посмотрим, как это будет работать с Леоном. Тайтхантер, Лотус Орб, Ут. Ой-ой-ой. Войт спирит выход в Аганим. А, у него, по сути, уже есть Аганим. Сейчас привезет его себе. Линза Блинк. Точнее, уже есть Блинк. Выход в Линзу от Эйчуая, но и Абадон тоже собирает себе Лотус Орб. Интересно. Ну, ему еще, правда, долго копить, но все-таки Плотнел тоже купил. Еще плотнее стал за счет этого. Руну подрезал Муши. Самого его не удалось подконтролить. Лост с Аганимом. Его выцепили. Так, разорвал тут же щиток. Абадон под ультом. Далеко не уйдет, правда. Лост тут тоже под разом попадает. Хороший ревеш. Лосту нужно драться в таком случае, раз уж пошли в это сражение его тиммейты. Лост. Диссимилейт. Очень больно Элдер Титану, но он пока еще жив. Двоих забрали в свою очередь. СМГ. Элдер Титан погибает. Пака тоже можно будет забрать. Втроем его окружает команда Дайнасти. Минус Пак. Он не слэш. Пошел. Диссимилейт прячется. Лост. Раскручивается Фейдит. И двоих забрать можно было бы, но он уходит с телепорта. И таким образом, скорее всего, погибает Агайо. Нет? Нет. Тут КД все было у Морфлинга. На тысячу с лишним плюс драка для команды Дайнасти. 400 заработали. СМГ. Пак практически ничего не заработал в этой драке. Джаггернаут тоже. Так, и после Аганима выход Блокимбар от Лоста. Лайтхантер. Солар Крест. Морфу остаются считанные монетки до Эзерио Блэйда. Так, Джаггернаут. Аганим. Собирает себе постепенно Блэйда Фалакрити. Уже везет. Пак практически с Балинком. Ну, а Марс полторы тысячи до Блокимбара. Нижний тавер очень быстро забирает Морфинг. 250 урона с руки, конечно, не контрится. Курьера нет у Морфа, но Эзерио уже собрал, поэтому приходится лететь за ним на базу. Скооперировалась практически вся команда СНЖ вокруг центра карты. Думал, может быть, как-то будут кучковаться и прожимать Смолк. Но, судя по всему, нет. Просто так вышло. Сейчас разойдутся. Смолк есть. Так что, если надо будет, его реализация не заставит себя долго ждать. Арбомпак. Просто убил пачку крипов, ушел. Блинк уже есть. Там можно будет как-нибудь попытаться придумать ему реализацию. В смоках, кстати говоря, в свою очередь, выходит команда Дайнести. Джиггернаут. Ой, брат. Прожал Блэйд Фьюри слишком рано. В итоге не ушел с телепорта и был убит. Это провал. Да, забрали Тайда тут же наверху, но все-таки Тайда это немного не та цель в сравнении с Джиггернаутом. Остановив хотя бы на минуту, а сейчас именно так и произошло, о развитии которого вы серьезно пробуститесь в плане Нетворса в том числе. 8К в данный момент имеется, 9К будет чуть позже. Скоро Глимер появится уже в Шаду Шамана, ах, фу, до Глимера еще чуть больше. Ну, да вот у Сорбы еще полторы тысячи об аддону. 9К в пользу Дайности и собирает Скади Морф. Силы света Хочу увидеть Зерил. Туда адаптив и туда еще и Фингер. Сколько... Насколько быстро персонаж склеит ласты. А, все пятеро в смоках у команды СНГ. И тут встречает их абаддон. Так, запрыгнули абаддону, привязали, тут же ультимейт. Дримкоил по двоим. Туда же арена. Без ульта теперь абаддон легкая мишень, Равага пошла, раскручивает Блэйд Фьюри Джаггернаут и уходит с телепорта. Потеряли они. Ах, фу. Потеряют скорее всего еще кого-то. Неужели Муша уйдет? В Глимере... Что там? Кто кого поднял? А, видимо, пытался прожать на Муша Лост. Юл ображал на себя. Ой, кек. В итоге Муша ушел с телепорта в Глимере. А, даже не в Глимере, а в Шадовом Мулете. Невидимость равно неуязвимость. Ну и разменялись один в один. Но стоит помнить, что абаддон-то выкупился. Туда бы спирита. Туда бы стоп. Брошпит. Тем временем выцепили Агайо. Агайо прожал БКБ. Раскручивает Блейдфьюри Джиггернаут. Я так понимаю, он уже с Аганимом должен быть. Там подцепили тем временем Лоста, но Лост отошел. Нет, Джиггернаут еще далеко не с Аганимом. Как-то и переоценивало его возможности. Умирал только что. Забрали абаддону во второй раз. После байбека Лост попытается уйти. Не стал за ним запрыгивать Пак. Паку нужно быть осторожнее. Синдром тут тоже арбы раскидывает. Забрали Элдер Титана и Марса. И вновь драка в плюс для команды Дайности. Теперь уже 10к преимущество. Вот так в час по чайной ложке они будут постепенно приближаться к абсолютной доминации. На 26 10к преимущество по Нетворцу иметь. Это уже неплохо. А у них сейчас будет Аэгис на морфе. При этом уф. А вот мы его видели. Правда без Фингера. Даже без Фингера справились с Джеггером. 2к просто ему нанес морф. 2к. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. График постепенно начинает крениться в пользу команды Дайности. Синдром очень быстро разбирается с вышкой. 300 урона с руки дают о себе знать. При этом он полностью перекачался сейчас в ловкость. Одна ядничка силы буквально лишней. Ну и вот так за спиной у него стоят братки. Сам он сносит вышку. Без Джаггернаута драться конечно тяжеловато. Подцепили его на копье. Морфлинг точно умирает. Но это лишь выбитая эгидо бессмертия. Марс без Байбэка в таверне. Ну и наверное сейчас стоит повременить команде СМГ и не лезть на рожон. Потому что даже под Дрим Койл и Умни Слэш они маловероятно смогут здесь убить достаточные персонажи чтобы выиграть драку. То есть если вы проиграете драку вы скорее всего потеряете не только эту линию но еще одну а то и больше. Вот Дрим Койл в этот момент погибает муши и минус пак ГГ пишет фейдит 28 с лишним минут потребовалось команде дайности чтобы просто уделать СМГ Большие молодцы с самого начала держали соперника за горло и таким образом довольно уверенно и ловко закончили эту карту победой. Тут в принципе особо не о чем говорить интересно посмотреть сколько успел нанести морф урона 17000 урона успел нанести лост 19 мне казалось что Тайт намного больше урона нанес потому что видно было как в драке он там одним энкор смешим сносит четверть хп нескольким персонажем пак был неплохой от нее единственное что вот тогда когда он фиданул два раза это было прям ну слишком и сейчас вот тоже залетел он один в четырех персонажа поставил дримкойл и схлопнулся но если не учитывать вот эти три смерти конкретные это по сути закидоны были то все остальные мувы от него были качественные ну и джаггернауту просто не дали разогнаться он даже не успел себе купить ладно друзья это была первая карта best of 3 далее вторая а возможно и третья ждем ее вместе с вами а пока рекламно-музыкальная пауза